ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Вы с вероятностью в сколько-то там процентов, а именно в 2.63, если я правильно понимаю, ну да, все без изменений, получаете себе один из танков в списке. То бишь не обязательно, что вам выпадет именно та машина, которую вы действительно хотели бы себе получить в ангар. В моем случае здесь вообще все очень худо-бедно, потому что из всех танков, которые предложены здесь в этом сертификате, у меня не хватает только 6 машин. И то, откровенно говоря, я бы, допустим, ну плюс-минус обрадовался, получив Калибана. Все остальные машины меня, ну, крайне мало интересуют, ну, может быть, еще О-47 чисто для коллекции. Все остальное в ангаре у меня присутствует. Таким образом, получается, что в моем случае, если я получу данный сертификат, я, скорее всего, получу компенсацию меньше, чем потратил на рулетку. Но либо я получу компенсацию вообще серебром и уйду в полный минус. Поэтому, чем больше у вас танков в ангаре, тем менее интересна для вас должна быть данная рулетка. Плюс к тому, стоит отметить, что общая стоимость рулеточки составляет ни много ни мало, а целых 13 799. Ну да, знаете, как вот в этих вот дешманских супермаркетах, все заканчивающееся на 99. Давайте округлим до 13 800. 18 прокрутов, и когда я увидел данную рулетку, я подумал, что стоить она где-то будет в районе, ну, тысяч восьми, может, девяти. Но нет, ребят, вот эти вот мелкие цифры, когда просуммируешь, на выхлопе получаешь довольно-таки немаленькую цифру. Что могу сказать от себя? Если бы не необходимость создания видео, а просто желание получить какую-нибудь восьмерку, я бы не крутил данную рулетку. Я бы зашел в магазин, опустился немножечко ниже вот сюда вот к контейнерам, взял бы себе контейнер солидный за 12 500 голды, и из него гарантом получил бы себе как минимум, как минимум, ребят, восьмерку. Но и стоит отметить, что восьмерки здесь собраны действительно в большинстве своем интересные и фановые. А вот если прям совсем повезет, то достал бы себе даже не восьмерку, а, допустим, какую-нибудь десятку. Поэтому покупать солидный контейнер, по моему скромному мнению, гораздо выгоднее и интереснее, нежели крутить данную рулеточку. Пишите обязательно в комментариях свое мнение. Что вы получаете за 13 800? Да, вы получаете 8 контейнеров, собери их все, и гарантом забираете себе 1 талисман на 1000 золотом. То бишь, если вы прокрутите полностью всю рулетку, вы заберете себе все контейнеры, ну и, соответственно, вы вернете себе 1000 голды, и тогда рулетка обойдется вам в 12 800. А вот за 12 800 вы получаете себе 6 контейнеров мистических, есть контейнеры с всякого рода украшениями, есть контейнер с, господи, как он там называется, атрибутом ангара, и плюс к тому вот здесь вот вы из чемоданчика с квестом можете что-то себе получить. Но только не факт, что получите что-то интересное. Вы можете получить себе квест, допустим, целых 5 мега контейнеров, и при этом там не сильно попотеть надо. Можете получить себе квест на собери их все, 5 контейнеров, ну или какой-либо другой. Что выпадет, никто не знает. Короче говоря, мое мнение такое. Хотите получить себе восьмерку, лучше берите солидный контейнер, нежели прокручиваете рулеточку. Ну а я потихоньку начинаю крутить рулетку у себя, для того, чтобы посмотреть, что у нас из этого всего получится. Поехали. Первый прокрут, 50 голды. Не гоняюсь, не гоняюсь абсолютно за сертификатом. Как я уже сказал, танки, которые в сертификате представлены, у меня присутствуют в ангаре. То, что у меня отсутствует, оно отсутствует только по той причине, что я не вижу смысла тратить на них голду. Ну и в отношении, в принципе, сути прокрута рулетки. Исключительно показать вам, что будет выпадать, плюс-минус какой поочередности, и какие шансы забрать сертификат за первые прокруты. Кстати, если вы забрали сертификат, то напишите, на каком приблизительном прокруте, и сколько приблизительно голды он вам обошелся. Ну и, соответственно, напишите обязательно, что вы получили из этого сертификата. Вот это уже самое интересное. Ну, давай. Удиви меня рулетка. Пятьюдесятю... Так, иксы. Ну, лучше, чем серебро. С иксами повеселее, конечно, будет какую-то ветку прокачивать, но все равно не то. Давай мне контейнеры. Давай мне контейнеры. Сертификат навряд ли будет выдавать. Забираем. Дойдем до прокрута в один золотой, и посмотрим, насколько увеличились шансы. Рулетка разбита на зоны, которые отделены одной золотой монеткой. Эта фишка давно уже присутствует в рулетках, но не всегда разработчиками используется. Три контейнера, собери их все. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем собрать себе какую-нибудь машинку, что ли. Раз. Блин. А, вот как раз один золотой. Ладно, сейчас докрутим на один золотой, смотрим шансы, вернемся в хранилище, прокрутим два контейнера, если откроем. Даже нет, откроем больше. Ну, тогда поехали открывать все три. Тупанул вышел из контейнеров предыдущих. СТГ мне выпадает. Вот так вот, ребят. СТГ у меня в коллекции есть, понятное дело, получаю компенсацию серебром, но факт есть факт. Машина, машина есть в контейнере. Это прикольно. Это прикольно, и если бы СТГ у меня не было, я бы сейчас был очень рад, потому что сумма золота, которую я заплатил за это, ну, не такая уж и большая. У меня были талисманы на собери их все, поэтому косарь голды это не из контейнера. Ну и... Ну и ничего. Ну, слушайте, СТГшка выпала. СТГшка выпала по компенсации по СТГ. Здесь серебро, поэтому ничего в плюс я не получаю. Но, повторюсь еще раз, если бы не было у меня СТГшки, то я бы считал, что это очень круто было, это был бы выход в плюс однозначно. Что у нас по шансам? По шансам у нас кредиты забирают на себя целых 50%, даже 51%. Ну, ладно, тот 1% мы отбросим. Контейнер собери их все. Где он там? Который меня интересует. 6-25%. Контейнер с анимированным аватаром. Мистический контейнер рядом с ним находится. Ну и в отношении главной награды сертификат 0.63. То есть неполный процент, чуть больше половины процента, но в целом это лучше, нежели там, знаете, вот обычно пишут 0,000 и там где-то до бесконечности. 750 золотом. Поехали. Какая прелесть! Контейнер с анимированным аватаром. Всю жизнь мечтал. Всю жизнь мечтал. Сегодня всю ночь не спал. Думаю, блин, если завтра выйдет рулетка, буду молиться, чтобы выпал контейнер именно с анимированным аватаром. Засолю на зиму. Будет что погрызть, если вдруг чего. 50,000 кредитов, 1000 голды. Класс! Я за 1000 голды только что купил 50,000 кредитов. Как вам? Просто супер! Представляете, в магазине предложения от разработчиков 50,000 серебра за 1000 голды. Налетай, народ! Покупай, пока есть такая возможность. Вот так вот. Мистические талисманы и мистический контейнер второго уровня. Открываем! Открываем, смотрим. Шансы же типа в два раза больше, правильно? А награды в три раза меньше. Забираем. Следующий контейнер. Ничего. Ну и следующий контейнер тоже, скорее всего, огромное ничего будет. Боже мой, насколько все предсказуемо. 100,000 свободного опыта. Ну окей. Здесь для тех ребят, которые качают себе какие-то веточки, придется ко двору однозначно. Но все равно, блин, не этого мы хотим, мне кажется. Хочется чего-нибудь другого. Хочется жирной халявы, да побольше. Еще три мистических контейнера. Вот сейчас удивлен, что не выпал контейнер, там, допустим, с атрибутом ангара. Мистический сертификат! Неужели я зря? Неужели я зря гнал на данную рулетку и говорил, что лучше открыть солидный? Ну что, открываем, смотрим. Вот так вот. ИС-2-Ш. Какая прелесть. Один из самых, самых бездарных танков восьмого уровня, но, по крайней мере, коллекционка. 3.750. Окей. Хорошо. Здесь уже спасибо большое, что хотя бы коллекционка, а не что-то другое. Забираем. Следующий контейнер. Давай, родимая. Давай. Удиви еще одной коллекционочкой. Пожалуйста. 200 золота. Ну и на том большое спасибо. Как говорится. 1750 будет следующий прокрут стоить мне, и скорее всего выпадет вот эта вот шляпа с пером. Или атрибут ангара. Ну, у меня есть атрибуты ангара, и места уже заняты, другие мне не нужны. Лучшие атрибуты ангара, которые я хотел, у меня присутствуют. Выскочка. Опять-таки, один из самых негодных, по-моему, обвесов, какие только можно придать. Нет. Самый негодный все-таки эмоциональный прожектор. Этот на втором месте будет. 2250. Атрибут ангара. Что я получу? Будет что-то нормальное человеческое? Дай машинку. Мотоцикл. Вот тут, вот тут классно. Вот тут хорошо. Для тех, у кого нет, мотоцикл в ангаре смотрится действительно приятно. Здесь ничего сказать не могу. За один золотой получу сейчас себе, скорее всего, три собери их все. Навряд ли мне даст контейнер с квестами. Открываем. Раз. 28 тысяч свободки. Два. И третий контейнер. Ну, дай танк еще один. Дай танк. Нет. Не дает танк. И три еще контейнера необходимы для того, чтобы забрать очередной косарик. За 2500 голды сейчас заберу явно контейнер, который открою на прямой трансляции для того, чтобы с ребятами сразу на стримчике проходить. Поэтому сейчас не буду его открывать. На стриме откроем для того, чтобы времечко было на его выполнение. Ну и за 1750 забираем себе сертификат. Забрали сертификат. Что получаем из сертификата? Самый интересный момент, по-моему, за все видео. Барабанная дробь. И здесь я получаю себе великолепном СТГ, который приносит мне серебро. И плюс к тому, он и так мне выпал, а до этого еще и был у меня на аккаунте до этого. Что могу на финише сказать? Ребят, воспринимайте меня, может, как-то, как душилу такую, которая слишком сильно экономит голду, но мое мнение следующее. Я все-таки остаюсь на своей позиции, что если вы хотите получить себе по нормальной цене что-то, то лучше возьмите солидный контейнер, и там вы в любом случае за эти бабки получите себе танк восьмого уровня, а может быть получите девятку или десятку. Если вы со мной не согласны, обязательно пишите об этом в комментариях, не то, чтобы я хотел с вами поспорить, но просто ваше мнение действительно важно для тех ребят, которые пытаются принять правильное взвешенное решение. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok